До единого дня голосования осталось чуть более трех недель. 14 сентября пройдут выборы губернатора Тюменской области и депутатов городской думы Сургута. На какой стадии находится подготовка к референдуму, расскажет Светлана Стебенькова. Подготовка выборов главы Тюменской области депутатов городской думы Сургута проходит по графику. Об этом сообщили в окружном избиркоме. 1 сентября начинают работу 112 избирательных комиссий. Есть и новое введение. Например, с 3 по 13 сентября у некоторых появится возможность досрочно проголосовать. Те избиратели, которые в день голосования по уважительной причине, к которым относятся отпуск, и люди уже знают, что в это время их не будет, 14 сентября в городе. Затем непрерывный цикл работы, это касается предприятий и организаций нашего города. Затем работники медицинских учреждений, которые работают в стационарах, и в этот день также будут находиться на работе. Ну и так далее. Также избирком совместно соцслужбы организуют доставку людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого нужно позвонить и оставить заявку. Слабовидящим предоставят лупы, стенды с информацией о кандидатах, выполненные крупным шрифтом, и аудиодиски. А слабослышащие смогут воспользоваться услугами сурдопереводчика. На организацию референдума потратили серьезную сумму денег. На выборы губернатора Тюменской области городу Сургуту выделено 30 миллионов 200 тысяч рублей, которые будут израсходованы. На оплату труда членов комиссии это 26 миллионов 154,920 рублей. Информирование избирателей это баннеры, билборды, информационные растяжки на строительных конструкциях в размере 300 тысяч рублей. Ну и материально-техническое организационное обеспечение подготовки проведения выборов это 3 миллиона 745 тысяч 80 рублей. Для обеспечения порядка на выборах ежедневно задействуют около 200 сотрудников полиции. И это помимо тех стражей закона, которые будут дежурить на прилегающих территориях. Управление внутренних дел проводит оперативно-профилактические мероприятия, то есть это проверка готовности избирательных участков, защищенности. То есть это проверка и в соответствии с законом, то есть избирательная компания, если поступают жалобы на то, что где-то есть нарушение, проводится проверка, устанавливается законность, то есть проведение агитационной политики. Кроме того, уже сейчас работает телефон доверия, по которому каждый, кто обнаружил нарушение на участке или в проведении избирательной кампании, может оставить заявление. Светлана Стебенькова, Артем Высоцкий, Рамиль Нуреев, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного и еще больше вашего доверия.